здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков не удивляйтесь лечение хронического бронхита кулинарному каналу имеет прямое отношение состояние легких это прекрасный индикатор того как работает ваша пищеварительная система иными словами как вы готовите продукты питания как они у вас перевариваются в пищеварительной системе легкие это показывают для этого достаточно даже минимальные знания восточной медицины согласно учениям которой меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника и если у вас пища в кишечнике подвергается брожению либо гниению а до этого она должна была плохо перевариться начиная в полости рта вы не знали как правильно пережевывать пищу как она должна была перевариться в желудке соками поджелудочной железы при дискинезии желчного пузыря очень часто бывают проблемы с органами дыхания и особенно это проявляется у тех у кого нарушена работа печени или генетически это женщины либо физиологически это дети до периода полового созревания после полового созревания мальчики их печи начинают работать от 2 до 50 раз по ферментным системам мощнее ну а девочки продолжают оставаться в состоянии болезни до тех пор пока не восстановит работу пищеварительной системы и в этом видео я расскажу вам как приготовить одно лекарственное растение чтобы убить двух зайцев сразу иными словами улучшить работу и системы пищеварения и улучшить состояние в органах дыхания просто это растение а именно сосна имеет почки а почки обладают содержат биологически активные вещества которые обладают прекрасными антибактериальными свойствами по отношению к возбудителям дыхательной системе прекрасными отхаркивающими свойствами спазмолитическими иными словами и уничтожение бактерий которые могли остаться в органах дыхания будет происходить правильно и дренаж дыхательной системы тоже будет происходить более того если вы будете правильно готовить почки сосны и использовать по методу диетолога скачком вы можете еще и улучшить работу пищеварительной системы иными словами лечение хронического бронхита будет идти еще более эффективно и как же правильно готовить почки сосны я вам расскажу про два основных способов вы сделаете тот выбор который сделаете и так самый простой способ приготовить почки сосны чтобы вылечить хронический бронхит но и одновременно улучшить работу пищеварительной системы чайная ложка почек сосны заливаете 200 300 миллилитров крутого кипятка в предварительно прогретой посуде конечно же кипяток вода должна пройти обязательно стадию кипения под названием белый ключ и после того как она покипит некоторое время вот тут вы заливаете почки сосны накрыли крышкой плотно укутали и при охлаждении чай из почек сосны готов второй способ несколько сложнее по этому способу вы берете чайную ложку почек сосны заливаете 200 300 миллилитров холодной воды медленно доводите до кипения при накрытой крышке томите лучше на водяной бане 10-15 минут при этом вы можете получить еще один эффект вы сдвигаете крышку и принципиальные условия ни в коем случае не ужасовать свой нос в готовящийся настой пары воды поднимают летучие вещества почек сосны и у вас появляется атмосфера как в сосновом бару вот в этом воздухе постепенно погибают возбудители бактериальных инфекций вирусные не погибнут им нужно несколько иные воздействия воздух становится более чистым вдыхая такой воздух вы санируете органы дыхания автоматически разжижается мокрота она легче отходит и в этом случае вы получаете двойное действие если вам такие ингаляции хочется проводить вам нужно учитывать несколько советов диетолога скачков первое возраст ни в коем случае нельзя такие ингаляции проводить детям до 6 лет слишком высокая реактивность орган дыхания и можно вызвать бронхоспазм даже если у вас его вашего ребенка его и не был второй совет диетолога нужно учитывать что у вас не должно быть аллергических реакций в принципе если есть отягощен аллергологический анамнез то такие ингаляции вам также противопоказаны ну и нужно учитывать время самое лучшее время для таких ингаляций не раньше десяти часов утра и позже четырнадцать часов дня по местному времени в этом промежутке такие ингаляции приносит максимальную пользу иными словами вы приготовили настой из почек сосны в это время получили ингаляцию настой у вас готов и вы его пьете течение этого дня можно оставить одну порцию и на утро в этом случае вы получаете двойной эффект не хотите рисковать дышать ароматическими веществами почек сосны не вопрос крышка у вас осталось накрытой 35 минут вы тут томите если вне водяной бани где 15 минут на водяной бане настаиваете до охлаждения и ваш настой из почек сосны готов как правильно применять настой либо чай из почек сосны по методу диетолога скачко часто советуют применять вне зависимости от приема пищи если вы попали после еды я вас уверяю этот прием пищи вернее этот прием настоя либо чая из поиск почек сосны будет бесполезен максимальный эффект от настоя либо чая вот почек сосны случае если он попадает в пустой желудок иными словами я советую вам использовать его перед едой время интервал времени может быть разный от 3 5 минут до 10-15 минут все зависит от сопутствующих заболеваний органов дыхания смотрите такие видео на моем канале там а эти особенности я оговорил слишком длинным будет если я в этом буду опять повторять обязательно в теплом виде обязательно маленькими глотками обязательно 12 глотка много пить не нужно в этом случае вы получаете двойной эффект у вас усиливается работа пищеварительной системы и лучше переварится та пища который попадет следом а также вы получаете хороший отхаркивающий эффект и получаете прямое лечение того бронхита который вы собираетесь лечить как менять состав пищи в зависимости от состояния в органах дыхания если у вас мокрота выделяется в достаточном количестве то в пище у вас могут быть на гарнир овощи либо фрукты безусловно после адекватной термической обработки вот если мокроты образуются недостаточное количество у вас преимущество сухой кашель утром может быть небольшое количество мокроты может отойти на протяжении дня у вас сухой кашель тогда у вас в рационе чаще вы используете крахмалистые овощи а именно морковь свекла картофель а также делаете упор на блюда из круп и злаковых иными словами каши макаронные изделия они позволят вам увеличить образование мокроты в органах дыхания и вновь дренажная функция благодаря почкам сосны будет создана и вы получите тот эффект который получите злоупотреблять настоем либо чаем из почек сосны я бы вам не советовал безусловно через 35 максимум 7 дней нужно расширять состав лекарственного средства которое будет действовать на органы дыхания пищеварительную систему и здесь сложно предположить все варианты сложно предположить произвольный набор из 30000 29 999 заболеваний которые на сегодняшний момент известны современной медицине за исключением хронического бронхита нужно состав трав подбирать зависимости от сопутствующей патологии которые у вас есть в одном видео это сложно представить поэтому если вам нужны более детальные информации обращайтесь за консультацией доктору он вам посоветует какие лекарственные растения добавить почкам сосны чтобы продолжать терапевтическое действие а на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычной подписчиком и канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео думаю что лайк на это видео уже можно поставить если какие то вопросы у вас остались невыясненными пишите их комментариях по мере наличия свободного времени буду на них отвечать особенно советую подписаться если вы не подписчик моего канала найдите кулинарный канал диетолога скачко подпишитесь сотни видео на тему здоровье правильного питания в том числе и более 200 видео на кулинарном канале диетолога скачко в этих видео вы можете узнать как готовить правильно разные блюда напитки чай китайский кофе арабийский имбирный чай кстати при лечении хронического бронхита очень хорошо помогает а также как готовить крупы как готовить супы и борщи эта информация частично уже есть на моем канале а будет еще больше поэтому если вы станете его подписчиком вся эта информация будет вам доступна и вы сможете все-таки в домашних условиях вылечить хронический бронхит правильно наладив работу пищеварительной системы а вылечить хронический бронхит будет у вас бесплатным бонусом к нормальной работе вашей пищеварительной системы и к вашему более здоровому образу жизни до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктор скачко в инстаграм и напоминаю не забывайте искать кулинарный канал театолога скачко до новых встреч на моих телеканалах и новой информации для вашего здоровья и активного долголетия